так друзья мои доброе утро 16 число у нас сегодня 16 августа вторник наконец-то я возле рампы вот рампа меня уже грузят что хочу сказать если бы я знал что здесь заезд есть по кругу там то может быть меня в пятницу бы загрузили но я пошел по центральному входу по указателям встретил чудака на автопогрузке где здесь лодинг там я говорю а там же нарисовано там ведь нет сначала надо туда подойти я пошел туда они говорят они все сегодня закрыта сегодня же финиш я буду в понедельник им быть нет во вторник елки-палки оказалось что мне нужно было сюда и мне диспетчика что вроде здесь работает я пошел потом пошел обратно уже все было закрыто этого хода я принципе не знал есть вот заезд или нет интересные польки ходят польская дама такие вот девчонки работают здесь на машинах но походу там было бы уже закрыто это раз но можно было попробовать конечно я потом когда пошел еще раз этой стороны я не дошел до сюда пошел 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 там все закрыто даже не предвидел что 10 какой-то заезд сейчас я вот оттуда заехал кстати там нарисован уж типа якобы паркинг там есть на ночь якобы ворота закрываются но наверно можно там стоять надо отметить там вот и . для себя что они имели ввиду здесь душ душевой здесь нет туалет вот есть это будет закрыта вот сейчас девушка будет парковаться тоже к рампе но она когда гадали по моему рампу хотя все может быть и моей я думаю что она будет либо нет либо в 4 быстрее чем моей а также покажу вам как все выглядит вот так здесь заход и на будущее я буду знать что вот там можно заехать и достаточно все все просто но вот там есть куда паркинг я так и не понял там по моему ворот не было или были там какие-то воротики и кто знает честно говоря они это девушка поехала на выгрузку а выгрузка как раз вот там где я спрашивал они здесь ну пока удар пустынно меня грузят ящики такие большие я укрепить на дом ведь нет не надо ну ну ладно не надо не надо я не буду крепить тогда потому что это будет очень долго когда надо что открывать я вот не могу только до конца понять северсами я не могу там находиться особо мне потом закрепить не нужно все открывать это конечно круто но буду надеяться что это не надо крепить хотя я могу и закрепить мне не трудно я спрошу у него потом после то французы они так говорят по-английски плохо этот вообще ничего не говорил вот странно да ну это франция что поделать у нас тут получается еще зазор есть там начнут наружи грузить за что поднималась эта фишка надо поставить перчаточку посмотреть насколько он будет опускаться ли подниматься ну ладно продолжим позже там кофе и за 20 за 40 центов пойду куплены французский кофе наверно хороший хотя автомат ну ребята стартанули мы погрузки короче закрепил я последние три ящика потому что там невозможно крепить они под самый потолок поэтому ну там хорошо ложного под они не полный груз поэтому надо было я вот так закрепил по диагонали грубо говорим ну достаточно будет магазин aldi здесь вот паркинг еще эти для 1 на одно место возле aldi к возле поля и магазин рядом очень здорово он сейчас закрыт откроется через час только 8 как же надо нарисовать место для паркинга на ночь рядом aldi такие вот мы вещи для себя запоминаем на будущее мало приспичит но там только пару мест все равно сам факт но все равно тоже за при запрет я смотрю там по франции там районе парижа где-то но это ниже меня много ниже поэтому мы идем нормально через 70 километров границы у нас будет так что диспетчер мой новый как-то странно отвечает вообще не отвечает ну ладно посмотрим поработаем копирейши на не хочет начни будет буду ставить его перед фактом потому что для диспетчера очень важно копирейши на сотрудничество были с водителем минимум информации значит будет минимум информации мой план на данный момент такой я еду в генс даю прицеп еду на базу принимаю душ стираюсь все это быстренько делаю заправляюсь и выполняю следующую задачу никак иначе потому что четыре дня весь грязный весь блин провонял не помыться не помыться воды воды уже нету блин почти соответственно блин будем делать так себя надо тоже уважать пускай только попробует что-то мне сказать против я его поставлю перед фактом ты так четыре дня блин слабо не мыться блин ну ладно это так я шучу но сам факт надо блин надо понимать но это не займет долго времени у меня это час займет максимум как раз типа 45 минут мы паду там сделаю а потом уже поеду заправлюсь и я думаю что будет у меня второй вариант взять в генс и какой-нибудь прицеп я так думаю посмотрим как будет по факту ладно ребята едем нам ехать еще почти два часа показывает так что успрекшу вперед ну вот катим уже по бельгии друзья мои дагента 43 и совсем не показывает до до порта что скоро уже будем меньше часа осталось когда вообще 50 55 минут почему-то там по генту будет немножко проехать полтинник только будет скорость но мне кажется почему-то кажется будет быстрее диспетчер позвонил странно у меня завис трансикс но все равно я же отмечаю что я загрузился но она звонит по этому телефону я по нему не разговариваю больше на ходу поэтому я разговариваю у меня ухо есть поэтому ничего не слышно блин я что в таком месте блин в этом лили там блин непонятно куда надо вправо влево блин и то я ушел чуть не туда пришлось там немножко круг дать объехать по улицам что-то не знаю есть у вас такое ощущение что обычно телефон звонит в самый неподходящий момент либо ты сам вдруг из того решил позвонить а момент оказался неподходящий это у меня такого одного поэтому я больше телефона не беру тем более вот эти я не могу вот так ехать разговаривать я вообще так не сделаю у тебя здесь тут пару раз так делал больше нафиг ты не знаешь что тут на дороге едет в Европе за это очень сильно наказывают а телефон в руках держишь ну по крайней мере нашего брата не местного я еще не знаю загрузился я не загрузился еще адрес такой говорит мне адрес я говорю я не помню где ты говоришь я загрузился на таком месте в такой фирме ну да я говорю ну так загрузился конечно я же отметил я не знаю что там у вас в базе почему-то не отмечается или что там у вас он говорит это Волдензал например Волдензал надо было ему звонить вчера если он был на вахте а не мне тем более в этом телефоне почему-то только один контакт дежурный Рига дежурный да вообще никаких контакт хорошо у меня есть в телефоне контакт Волдензал когда типа ты будешь гентить наверное уже планируют мне что-то брать не я друг после этих четырех дней стояния не стояние мне срочно нужно блин и душ блин и постираться ну и заправиться все это в одно время надо сделать заскочить закинуть в стирку поехать заправиться вернуться быстренько в душ даже сушиться белье не надо у меня тут развешу здесь и поеду я думаю, что дадут прицеп не у кого-нибудь взять главное, чтобы не было проблем с номерами я там уже был на этом ДФДСе в Генсе значит мне там просто отпечаток пальца должен пройти должен пройти так что вот так погода уже двадцать с половиной стартовали было 17 градусов немножко просладно было сейчас уже потеплело сколько скоро можно наверное будет вырубать кондишен но это учесть еще что я поднимаюсь наверх на север был был ниже до Парижа сейчас наверх поднимаешь андверпен 89 ген 37 50 50 километров между ними бывает там в пробке встанешь в андверпене и не понимаешь доедешь ты до Ген успеешь не успеешь встанешь ладно пока ничего особо таких новостей нету поэтому ребята едем в Гент соблюдая право дорожного движения ребята приехали мы в Гент теперь будем ждать кто там и что там и как там ладно у кого-то там не получается как у меня тоже первый раз как всегда у них какая-то проблема здесь в день реально с этим терминалом у них блин не может что три трака первый раз во этому открылся а это походу до сих пор еще да конечно не знаю как у меня получится или не получится сейчас будем смотреть с Теперь быстро, 6, 1, 2, 1, 5, 1, 5, 9, 5 минут. 9, 5, 3. Расталка, ok. Продолжение следует. Ну все, мне как-то быстренько, ребята, досталось какое-то. ЗА-26, поехали. Как-то достаточно быстро мне. Сейчас поем искать место, но я тут уже не первый раз. Пришло задание уже типа забрать, друзья. Посмотрим. Поздно пришло, я поеду заправляться как-то нибудь. ЗА-26, а будем искать, ЗА, ЗА, ЗФ, 26. Направо. Ти-ти-ти-ти-ти. Здесь И. А мне нужен ЗА. А ЗА может быть и тот самый, как он называется? Импортный и экспортный, возможно, кстати. ЗА, по-моему, даже так и будет. Это будет не экспортный, это типа таможенный. Поехали. ЗА, забыл, крючок потерял. СЕ. Поехали. Нет, по-моему, точно это таможенный. Поедем смотреть таможенный. Я не уверен, но мне что-то так кажется. Я брал уже таможенный-то налево туда, по-моему. Еще нету нигде вот эти отметки. Вот, ЗА, ЗФ тоже показывает туда, да? Это таможенный склад. Таможенный. А, погоди. Тогда вот туда надо. Поехали. Хотя не проедут. Нет, пока не проедут. Да, туда надо дальше. Там надо было по кругу слышать. Черт возьми. Вот здесь мы. Тоже не проедем. Здесь мы не проедем. Вот так и догадывайся. Если не было ни разу. Я помню, первый раз я тоже вот так искал, где ты за азерб, диеты за азерб по факту все просто там даже такой нормальный экспорт сейчас вот сюда на кружок и вот туда здесь бы я не, я мог, конечно, там короче, вот этот за забором за азерб, какой там будем шаркать нет, 26 за азерб за азерб все это в франции ну что, друзья, блин вылезли мы с этого порта, блин вот, вот как понимаю а если паспорта у меня нету с собой, блин вот, вот Кен тут зависла а нет у меня паспорта с собой и данные не записаны что-то я вообще понять не могу ну, номер, паспорт надо вводить да ладно, сейчас едем за прицепом потом посмотрим где-то его надо выгружать в Генте то есть пока отложен но прежде чем выехать из Гента 100 пунктов будет база так что сейчас поедем сделаем это дело сейчас еще 7 километров надо проехать по Генту я не ошибаюсь будет заправка здесь у нас сколько я помню ну что, заправку заехать сейчас? ну да, давайте займем заправку пока пока есть возможность кто там у нас заправляется из ребят не, это не мои это не знакомые не, это не мои поля сейчас, ладно, заправимся так вот 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 Продолжение следует... 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 ну а наверно вот эта вот вся улица Энри будем искать вот так происходят поиски прицепа когда люди не дают точки перепроложить? да не надо же перепроложить там по-моему тоже нету ничего где-то вот здесь надо искать перепроложить может там где-то Декин что-то мне нужен Энрикин перепроложить не, вообще-то мне нравится вот так вот искать по экспрессе заседеете я не вижу я не вижу хорошо попробуем здесь повернуть я вообще не вижу где тут может там будут стоять дети если не стоит тогда я не знаю где а Субтитры делал DimaTorzok Мне нравится постановка вопроса Ну что, ребята, нашли мы это место, подцепились Все, поехали на выгрузку Выгрузка здесь, блин, 8 километров Пока другого задания нету Немножко поражает меня, блин Какое-то странное такое, блин, ощущение Это работа сегодняшняя Ну ладно, посмотрим Мне на базу надо 100% Отвлекает какими-то, блин, не моими проблемами Точно Скажу так, что Пейблсовская Шай обеда с магой, а машином вставать на ватве Ну так Ночью стоять здесь нельзя Ну тут оставят эти самые Этим, прицепы все стоят Но я-то не знаю Можно, наверное, по-нормальному сообщить же, блин Нет, надо вот Но я встал и не ехал, пока не получил точку Сразу эту точку нельзя было прислать Что за натура такая По большому счету Мой простой Это на совести диспетчера Вот реально А я вот так проезжал туда до конца Мимо Тут налево не поехал Ну ладно, едем сейчас На выгрузку Там грустно, блин Пустые палеты, в принципе Больше ничего нету Ну и ЦМРки не было А были такие инвойсы Ладно Заполнили Едем Едут попрыгнуть Чех этот меня впереди поразил, блин Вот же Офигеть Мне нужно взад Он, блин, переди меня обогнал И встал, блин Теперь мне нужно было его объезжать Я говорю, нафига ты так взял О, 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 блин Гавнюк, блин Извините меня, блин Не, я встал, нормально Но просто сам факт Вот зачем Когда уж проехал бы дальше Подождал бы, пока я встану Потом Как жарко Дали такой листик Как бы пометка Скорость менее 30 кг в час Курить запрещено Защитные ботинки Алкоголь запрещен В процессе погрузки Выгрузки должен сидеть в машине Правильно Небе там слын дать Позовет Короче Ну что, друзья мои Закончу я Сегодняшний вечер Возле Бриджтауна В Зебрюге Не получилось тут быстро все сделать Потому что они напутали Референс номер А тут нужно Вести кое-какую информацию Я привез пустой Какой номер я забираю Прицеп какой я забираю Я не знаю Я знаю только референс номер Вожу этот референс номер Они должны были мне тогда сказать Какой прицеп мне забрать И СМСка приходит на телефон Ну да так Если коротко Сейчас пройдемся Я чуть-чуть по-другому расскажу Ну суть в том Что короче я тут застрял И до утра И все планы Которые мне там надавали Я потом тоже расскажу Я там офигевал Короче Ну ладно Суть в том Потому что я в Генте успел На базе постираться Сходить в душ Но блин У меня упала канистра И вот здесь сейчас дырка Теперь мне нужно Блин думать Где покупать канистру Чтобы вода была Сейчас бардак у меня такой Блин прачка Потому что пока я все это делал Я получил задание Сумасшедшее задание Но первое было так и ничего Но в принципе могу рассказать По заданию Я должен был из Гента Доехать до Зебрюги Вот до сюда С пустым прицепом В Бриджтауне Отдать прицеп И забрать другой прицеп Уже с грузом По референс номеру И оттащить сюда На ПСА по-моему Вот здесь я уже был Да Вот на этом Причале Ну здесь недалеко Не не здесь Куда Тогда помните Где там Мосты были разведены И ехал Ну буквально недавно Несколько дней назад Там сдать Этот прицеп Который я здесь беру Он сегодня должен Типа был уйти на пароме В 23.00 И взять там Другой прицеп И внимательно Когда я выезжал с Гентом И оставалось только 3 часа работы Дальше С тем прицепом С тем прицепом Который я должен Брать там И это надо было все сделать Типа сегодня Так Потом Потом С тем прицепом Мне надо ехать на Вольво Карс Гетт Хаус В Гент И сделать там Растаможку Вот И потом его И потом его В ДС ДФДСи Ну там На этом порту ДФДСи Терминале Его Оцепить 23.00 Типа Нормально Нормально У меня рабочий день Заканчивался Восемь Двадцать Я написал Диспетчер Говорю Ты что Мне задание На задушный день Отдавал Ну Оказался Там уже Другой диспетчер Дежурный Написал Да Я вижу У тебя Времени Мало Я напишу Клиенту Что тебе Это Нет возможности И было Перенесено Все Основная Часть Типа На завтра Но Сегодня Все равно Типа Я должен был Здесь Сдать Забрать На ПСАЙ ПСАЙ Как он Называется Сейчас Ой Бридж Там Да ПСАЙ Терминал Должен Там Тоже Сдать И Тоже Забрать Но Ребята Скажу Так Что Я Не Планировал Там Ничего Забирать Потому Что В лучшем Случа Я бы Там Сдал И На Голове Понес Я бы Сюда Вот Туда Где Я уже Стоял Ночью Потому Что С прицепом Я бы Не Нашел Место Без Прицеп Еще Можно Найти Место Ну А Получилось Так Как Получилось В итоге Я Пошел Ввел Все Данные И Фиг Там Ладно Пойду Пойдем Пока Что Хочу У меня Вот Такая Прочечная Здесь Да Бардак Надо Тут Навесить Сейчас Порядок Как-то Все Переделать Потому Что Потому Что Здесь Нельзя Поворачивать Как Было Потому Что Течет Отсюда Из Дырки Вода Ой Надо Покупать Новый Так Что Вот Так И Покажу Вам Этот Терминал А Хотя Что Там Показывают Наверное Там Порт Начат Ругаться Но Суть Такая Там Набираешь Цифры Не Вернее Как Регистрация Нажимаешь Регистрация Потом Выбираешь Язык И Потом Тебе Там Спрашивают Что Вы Хотите Сделать В Моем Случа Было Сдать Пустой Новый Прицеп Поэтому Я Вожу Номер Своего Прицепа Который Я хочу Сдать И Референс Номер Прицепа Который Я хочу Забрать После Этого Я Вожу Номер Своего Машины Своё Имя Компанию И номер Телефона И Все Они Говорят Ждите Ждите Ответа Прихожу У меня Смс Ко Уже Что Типа Бнесут Порядки Вы Зарегистрированы На русском Языке Кстати И Ждите Когда Будет Ваш груз готов Проходит Минут Пять Десять Приходит Смс Знаете Как Смс Типа Было Привет Шеф Было Так Привет Шеф Такого Номера У нас Нет Так Что Связывай Со Своим Шефом И Будем Потом Решать Но Я Позвонил Диспетчер Он Позвонил Туда Куда Надо Позвонить А Те Сказали Жди Жди Утро Все Я Отдыхаю А Вот Архив Нашел Они Пишут Смотрите Привет Шеф У Нас Нету Грузов С номером Ссылки Пожалуйста Позвоните Своему Начальнику Спросите Правильный Номер Тогда Подойдете К стойке Я постараюсь Помочь Вам В дальнейшем Спасибо Дальше Привет Шеф Я позвонил Вашему Диспетчеру И вы можете Уйти Загрузка Недоступна Ну Я уже Никуда Не поеду Это не моя Вина У меня Уже И времени Нет У меня осталось Я тут И останусь Я ничего Не нарушаю Я надеюсь Вы можете Уйти У меня уже Время Закончилось Ну Ладно Можно было бы Вам показать Конечно Здесь Тут нечего Показывать Вот так Вот Вентилятор Ну Короче Сегодняшний день Был веселый Достаточно Интересный Насыщенный Да Насыщенный Ну Ладно Все равно День прожит Не зря Я думаю Если вы посмотрели Вам было интересно Если было интересно Поставьте пальчик вверх Но не было интересно Ну значит Значит не было интересно Ну ладно Итак ребята Берегите себя Своих родных И близких Заходите на канал И все будет у вас Чики-пуки Пока А мы будем Думать Порядок Прочечный Все Чао Я выключаюсь Продолжение следует...